Добрый день всем присутствующим и пробегающим мимо. Сегодня у меня презентация. Где-то около двух месяцев я занимался разработкой оптимального варианта источника статического электричества для вихревой медицины и вероятнее всего мне что-то получилось. Сразу хочу предупредить, что технонутым БТГшникам здесь делать нечего. Пускай закатывают губу и где-нибудь отползают мимо. Сегодня тема не для них это точно. Хотя конечно вихревая медицина и катушки Мишиной и подобная система которая так сказать идет от Николы Тесла тема конечно интересная. Но тем не менее сейчас мы ее не рассматриваем. Я рассматриваю только то что я смог получить в результате двухмечных изысканий. Мне пришлось конечно немножко камеру очень хитро поставить для того чтобы обозреть эту конструкцию. Значит что представляет из себя вот эта система. Значит у меня несколько вариантов. Один из них последний вот я и буду демонстрировать. Значит я вот делал такие варианты. Что-то из себя представляет в общем-то. Это обычная катушка ТОР для вихревой медицины. выполненный в данном моменте. То что я пришел к такому выводу. У меня он сделан по стандарту 53 миллиметра в средний диаметр. Ну по стандарту если это кто знает стандарт это четверть длины волны водорода. Который все придерживаются. Традиционно. Но я тоже решил особо сильно не выеживаться и длину водорода взять за стандарт. Вот эта конструкция была сделана. Значит что оно из себя представляет. Вот этот ТОР. Он есть бифилярные. Но я выбрал кифиляр. Я экспериментировал и с бифилярами и на 4. Ну и так далее. В общем с различными вариантами я экспериментировал. Ну естественно и с плоской. То же самое вставлял. И вот с такими вот закрытыми вариантами. где наматывается не так. А по ТОРу. Тут видите у меня их. Две пары. Естественно и такие и всякие варианты. Пробовал конечно и витую пару и все остальное. Ну я ярый приверженец только МГТФ. Ничего больше. Все остальное это просто барахло. Пусть со мной там ругается. Спорит. Как бы ни было. Но я считаю что самое лучшее это МГТФ. В каком то из следующих видео я подробно объясню почему то так. И чем это все отличается. Вот я пробовал и меньшие диаметры и большие диаметры. Вот это вот стандартный 53. Это чуть меньше. Еще меньше. Обычный бифиляр пробовал. Вот трифиляры. Тем не менее самое лучшее для меня оказался трифиляр. Конструкция состоит из чего. Берется тор. И труба. Ну труба обычно сантехническая. Они есть стандартные 25 миллиметров диаметра. Самые подходящие. Как раз если добавить полтора миллиметра. То получается восьмая длины водорода. Здесь я проложил фольгу. Этот вариант у меня был сплошной. То есть фольгу я прокладывал. Брал рулон обычной сантехнической фольги. Которую можно приклеивать. И прямо ее вот так вот и заворачивал. Здесь ровно длина волны водорода. 211 миллиметров. Здесь тоже самое. Здесь четверть. Вот я из этого исходил. Вариант получился неплохой. Он у меня нормально работает. Но тем не менее. Мне захотелось естественно сделать. Дальше идти. По исследованиям. И здесь вот. Единственный вариант из всех. Вот здесь вот именно. Четверть длины волны. И диаметр тоже четверть длины волны. Единственный вариант. Где. Когда двигаешь туда сюда тор. Есть центровка. Реальная центровка. То есть буквально. Я на 5 миллиметров туда или сюда. Сдвигаю. Влево или вправо. И соответственно. Картина меняется. Причем довольно серьезно. Фактически до нуля. То есть вот. Эта конструкция требует. Строго чтобы было посередине. Вот эту конструкцию. Я уже собрал по другому. Здесь у меня. Излучатели. Уже большей длины были. То есть полная длина волны. Плюс. Четверть. Длина с четвертью. Ну или пять четвертей. Длина ленты. Длина волны полная. И половина. То есть полторы длины волны. Сама лента. Накручивается. Спиралью. И укладывается так. Что она. Помещается. В длину волны. Четвертью. Опять же. Труба. Двадцать пять миллиметров. Здесь. Расстояние. Половины длины волны. Естественно. Тор. Четверть. Расстояние. Здесь. Если двигать ее туда-сюда. Особо разницы нет. Ну. Когда уж совсем слишком ее выдвигать. По крайней мере. На сантиметров. Несколько. Оно. Никакого. Значения. Не имеет. То есть. Статика держится нормально. И вот. Я экспериментировал с этой конструкцией. Она показала еще лучшие результаты. Чем там. Ну. Естественно. Надо было пойти дальше. Вот. Значит. Здесь. Я брал ленту. Какой ширина она была. 49 миллиметров. Такую я и взял. Просто взял ленту. Отмерил ровно. Полторы волны. Наклеил. И сделал так. Чтобы это совпало. Одной и четверть волны. Вот. Все эти конструкции живые. Работают очень хорошо. И очень мощно. Принцип. Вот это я сделал последнее. Так. Вот. Я ее прицепил сверху. На веревку. Чтобы у нас тут. Она как бы. По диагонали стояла. Чтобы было лучше на камеру видно. Потому что по другому. Она не помещается. Места у меня тут не очень много. Но. Именно здесь. Да. Вот если по. По этой конструкции. Я предусматривал только. Первый уровень. Вычислений. По длине волны. То есть. Одно другое. Не согласовывалось. В принципе. По второму уровню. То есть. Двойное согласование. А тут у меня нет. Это. Здесь. Строго. Длинам волны. Там четверти. Половины. И так далее. Но без согласования сторон. Точнее. Вот этих вот. Измерений. Тут же я вычислял. Именно уже. Со вторым уровнем. По этому. То есть. Вот здесь вот. Получается. 264. То есть. Это. Длина волны с четвертью. Опять же. Длина волны с четвертью. И здесь. длина волны с четвертью. То есть. Вот эти вот части. Три части. Они одинаковые. То есть. Они уже согласовываются по резонансу. Строго. По одному размеру. Дальше. Тор, естественно, 53 миллиметра, то есть четверть. Полоса, длина ленты, длина волны плюс три четверти. И уже эту ленту я подрезал под одну восьмую волну. Правда, я немножко накосячил, точнее поторопился со сборкой. Я хотел вот эту трубу сделать тоже одну восьмую, потому что она 25 миллиметров, она нужна 26,5 миллиметра диаметра. И хотел сюда домотать что-либо, чтобы эта конструкция, так сказать, как раз попала в этот размер. Но поспешил все-таки, намотал ленту, приклеил. А уже приклеил, не хотелось уже это все разбирать опять. Дальше. Вот как в этой конструкции, так и в тех конструкциях. Я излучатели изолировал. В первой конструкции специальной лентой, которая там для трансформаторов, для катушек. Специальная лента, изолирующая. В этой же конструкции я применил обычный бытовой оберточный целлофан. Пищевой, так называемый. И в нескольких слоев обмотал сверху. Вот для чего это нужно? Ну, как я считаю, что статика, она требует дополнительных накоплений. То есть, диэлектрик, который поверх нее или на ней находится. Вот почему я считаю, что МГТФ это самое главное и самое лучшее. Потому что именно фторопласт, изоляция, которая из фторопласта, она очень хорошо держит статику. Ее накапливает. То есть, как диэлектрик для статики, это идеал. И вот, чтобы как бы повысить немного здесь потенциал статики, я покрыл вот этой пищевой пленкой. Ну, естественно, сделал спирали. И вот получается, что у меня здесь резонансные идут размеры, плюс двойной резонанс уже по этим трем частям. Частям. Значит, так я уже говорил, что это трифилляр. Да, трифилляр именно показал лучшие результаты. Но как соединение? Как обычный дефилляр. Вот от генератора идет два провода. От этих же обмоток, которые идут от генератора, верхняя и нижняя, идут на обкладки. Вот на эти фольгированные излучатели. Я их, так сказать, назвал излучателем. А вот дополнительная третья, она висит свободно пока. Я пробовал ее как-то задействовать и так, и так. Какие только комбинации не пробовал. Но мне не нравится. Я уже и пытался кресты делать, другие в другой диагонали. В общем, экспериментов тут настаивало очень много. Но пока у меня вот эти вот два провода под вопросом. Они находятся тоже, дополнительно они дают, конечно, статику, но пока они не задействованы. Но в чем дело, что катушка с этим третьим проводом дает процентов на 30 больше в статике. Да, как катушка моталась? То есть бралось три провода длины. Скручивались вместе, как витая пара, ну или как витая три пара. То есть делалась витая. И уже эта конструкция витая полностью наматывалась уже на тор. Именно в этом варианте оно дает максимальные возможности по статике. Ну, по идее, это как обычный тор. Со своими недостатками, со своими недостатками. Как я говорил, я пробовал здесь и плоские катушки, и другие катушки. И вот, лучший вариант этот вот этот, для этой конструкции. Получается, тор и два излучателя на концах, концами подключенными к этим обмоткам, которые идут как обкладки генератора. Генератор я применил, который считаю образцовым для себя. Я на него, так сказать, он больше мощности, то есть примерно два раза больше мощности, чем у обычных генераторов. Ну, если кто в курсе, это мною переделанный, доработанный, измененный генератор, который делал в свое время Дандорф. Валентин. Вот он мне такой презентовал когда-то, еще год назад. И вот я над ним тут издеваюсь, над этим генератором, как могу. Убрал этот вентилятор, сделал его очень оптимальный по нагрузке и по потребляемой мощности. Вот так как он раньше потреблял очень много и грелся очень сильно. Сейчас он практически холодный. При той же выходной мощности. И для того, чтобы развязаться от сети, то есть не применять никаких блоков питания, я взял аккумулятор. Одного блока. 11,5 вольт. Мне его вполне достаточно, чтобы питать. Здесь у меня встроен преобразователь, поэтому там на самом деле на генераторе идет где-то около 18 вольт. И в конечном итоге, если здесь вот замерять напряжение, точнее мощность, которая подается на эту катушку, то на катушку чистыми подается где-то около 1 ватта, чуть больше. То есть где-то 1,3-1,4 вольта при падении напряжения по осциллографу, если смотреть, резистором 1 Ом. Если надо будет кому-то, я могу это все потом показать. Не буду, потому что слишком все затянется. Опять же. А у меня всегда это почему-то долго выходит. Значит система вот, что у нас получилось. В чем преимущество я считаю этой системы? Первое. В данном моменте, все традиционные варианты с торами, с плоскими катушками, вообще с фифевой медициной, это надо катушку для большей эффективности класть прямо на тело. Куда-то. На, как говорится, проблемное место. И недостатки катушки в том, что, хоть статики в ней больше, ввиду особенностей подключения к генератору, то есть это не катушка подключенная, а в общем-то конденсатор. С хитрым подключением, конечно, и намоткой проводов. Факт то, что он включен по схеме конденсатора, но не катушки. Поэтому, максимальное, если обычно в обычных катушках, радио это основное, ну или магнитные, если это магниты, это основная сила, то в этих катушках основное это статика. А вот радиоволны и магнитные, это уже побочные. Их стараются максимально уменьшить с соотношением мощности статики к мощности радио и магнитного. Так вот, как бы ни было, как бы ни старались, все равно радио здесь присутствует. И когда катушка слишком близко, а сейчас я вам это все продемонстрирую. Да, прошу заметить. Вот, я сейчас включил генератор. Сейчас уже здесь система работает. И можете посмотреть, вот эти вот неоночки, они вообще никуда не подключены. Они просто приложены к обкладкам этих излучателей спиральных. Просто вот, приложены все. И тем не менее, он уже горит. Вот, четыре штучки я сюда разместил. Вот они все горят. То же самое Могу сделать свет поменьше сейчас. Вот у меня неонкая МТХ-90. Я не касаюсь ее металлических частей. То есть, беру чисто за изоляцию. Правда, через изоляцию тоже емкость есть. Но, пожалуйста. Вот у меня есть специальный пинцет изолированный. Когда-то, когда занимался фотоделами, это было обязательно в ванночки фотографии перекладывать. До сих пор сохранился. Вот, как видите, полностью изолированная лампа. Тем не менее, она светится достаточно серьезно. Вот, о чем это я и говорю. В данный момент неонки, они, конечно, горят от статики. По радио они не идут. Но вот радио излучение, вот у меня вот этот индикатор, он очень чувствительный. Я его смог сделать максимально чувствительным. Потом тоже когда-нибудь расскажу, какие-то индикаторы делаю и все остальное. Здесь шесть светодиодов. Я уже не раз его демонстрировал, даже в одних юмористических вариантах своих видео. Здесь шесть светодиодов. три по два параллельно соединенных и три последовательных. Три по два. Короче, чтобы не заморачиваться. Вот катушка и феррит. Вот, когда мы приближаем максимально, видите, какая мощность. хотя на эту катушку вообще-то подводится всего один ватт мощности. Но вот эти вот светодиоды, они осветительные. По 0,5 ватта по заявленным характеристикам. Это бескорпусные. Их здесь шесть штук. Соответственно, это по идее три ватта. три не три, но горят они очень, конечно, ярко. Так вот, что мы имеем поблизости. Когда мы кладем катушку на тело, соответственно, радио, частоты, радиоизлучения и тем более магнитное излучение переменные, 300 кГц, оно не очень хорошо действует на организм. Сами магниты, они хорошо действуют с одной стороны, но в статическом виде. Есть браслеты специальные, даже на уши есть такие клипсы, которые магнитики. Это все другие варианты. Здесь это не очень хорошо. Как радио, так и магнитное. Поэтому именно от этого излучения все стараются избавляться. А только принимать статическое излучение. Индикатор у меня очень мощный, точнее, очень чувствительный. Поэтому видите, как горит у меня. Более традиционные индикаторы. Вот, пожалуйста, пару десятков витков обычного провода. Тут два светодиода. Тоже все довольно ярко горит. Но когда рядом. А вот буквально уже 5-10 см, уже ничего. То же самое вот мой вариант, который я обычно делаю. то же самое вот я делал где-то вот через сантиметров 15 больше, почти 20. 20 см. Ну, тоже такой же вот. Вот это все индикаторы они в основном ловят радио и магнитное излучение. дальше статику они не ловят практически. Поэтому когда вы смотрите на этих индикаторах излучения ваших катушек, вы в основном смотрите их побочное излучение, а не то, что нужно. Но дело в том, что в обычных катушках посмотреть излучение вот такое очень сложно. Когда мощность в два раза меньше, вот сейчас я же говорю где-то больше ватта, где-то около ватта чуть больше. А обычно мы делаем генераторы ну и я рекомендую и вот Мишин рекомендует и многие кто понимает в чем дело рекомендую 0,5-0,8 вольта на 1 ом то есть это где-то пол ватта будет. Вот давать мощность где-то около половины ватта. А не как я даю ватт. Но это усиленный вариант для того чтобы показать вам эффективность этого всего. потому что при меньшей мощности эффективность конечно будет не совсем та. Статика сама здесь идет настолько мощная я когда впервые сделал первый вариант меня конечно оно било очень сильно я очень чувствительный к этому всему так как я в предыдущих видео рассказывал что занимаюсь парапсихологией естественно чувствительность у меня имеется я чувствую эти катушки даже на дальнем расстояние но вот эти я долго не могу на них находиться возле них тем более при такой мощности правда уже за два месяца я уже и так получил передоз от них и у меня уже иммунная система и организм пассивно сопротивляются но это не важно в данном моменте теперь что я хотел бы дальше показать вот если кто-то думает что да что вот оно светится просто от того что я держу хотя обычно обычно как держит за металлический конец неонки и уже она тогда светится только вот посмотрите на каком расстоянии она начинает светиться где-то 50-60 миллиметров расстояние вот эти излучатели уже дают статику и вот радио и магнитные волны в основном радио они доходят где-то вот до сюда то есть вот на этом расстоянии 20-30 сантиметров мощность излучения она и так здесь не очень-то большая по радио в большинстве случаев это можно пренебрегать если мощность небольшая в принципе вот когда начинают маяться дурью многие изготовители кустарные производители всех этих вот генераторов и катушек особенно святой пары так как эта витая пара работает слабо по отношению вот к ним к этим МВТФ катушкам они пытаются достичь результата за счет повышения мощности генераторов что очень конечно неправильно они повышают мощность генератора соответственно повышает мощность излучения радио очень побочного так сказать излучения которое нам совершенно не нужно и в результате получается что у людей возникают некоторые проблемы из-за переизлучения а здесь получается так вот видите вот обкладка она изолированная конечно но тем не менее там доля миллиметра вот я касаюсь этих обкладок и фактически неонки не гаснут то есть мощность излучения здесь настолько высокая получается именно статики что фактически тут можно позажигать многое чего и оно будет все свободно гореть вот даже если посмотрим вот это вот вот это светодиодная матрица видите она горит ничего здесь ни катушек у меня нету никаких просто светодиодная матрица но включенная включенная значит одна половинка часть прямо другая наоборот ну то есть как обычно во всех индикаторах мы делаем встречное подключение диодов вот одна половинка в одну сторону другая в другую сторону так как ток переменный вот мы видим что это все горит и вот это уже горит от статики радиоизлучение она никак не может принять вот смотрите она абсолютно радиоизлучение тут не с чему ему браться на кусочке провода и на моем теле не может быть такой емкости или какого-то контура чтобы мог дать радио или магнитное излучение и засветить эти светодиоды они светятся только из-за статики вот на концах здесь точно нету никакого радиоизлучения ну то же самое и здесь а кстати вот еще могу показать так тут я касался вроде как руками емкость у меня вроде как большая тем не менее вот посмотрите я ничего не трогаю просто кусок провода представляете какая должна быть мощная статика чтобы вот эти светодиоды они фактически низковольтные там на 12 вольт у нас по 3 штучки соединены последовательно матрица то есть это 12 вольтовая матрица конечно ток там значительно меньше но тем не менее оно горит вот представьте вот это моего тела а это просто на кусок провода и какая мощность здесь идет и вот всего-навсего вот я не трогаю ничего и вот что происходит так что достоинство этой системы что ее не нужно прикладывать к телу здесь мощность настолько высокая что я на полметра меня просто вышибает это меня хотя я уже должен был адаптироваться к этим катушкам больше года занимаюсь и мы очень много практически каждый день на меня столько попадает статики что дальше некуда вот и тем не менее со мной все в порядке и вот получается что вот самый опасный диапазон вот он здесь вот смотрим вот радиоизлучение а вот здесь уже на самих концах уже идет чистая статика здесь уже нету никакого излучения оно конечно есть какое-то если взять какие-то особо чувствительные приборы но они настолько мизерные что вполне вероятнее что радиофон который вокруг нас будет такой же как и здесь а может и меньше по отношению к этому излучению и через 30-40 сантиметров от катушки будет падение мощности излучения почти наверное в тысячу раз сантиметров но сотни это точно то есть уже практически это не имеет никакого значения вы от мобильников от бытовых приборов больше получаете излучение чем вот то что можете получить вот здесь а по идее по идее вот этот излучатель он является как бы продолжением этого тора то есть мы эту статику которая накоплена в этом торе за счет резонанса мы выводим на излучатель вот этот излучатель здесь создает поле в котором достаточно вполне вот я опять же не касаюсь металлических поверхностей просто вот кусочек провода вот на этом кусочке провода видите почти в пяти сантиметрах уже светится все это то что светится а сколько еще вот это излучение идет дальше я же говорю что я на полметра меня ну полчаса час меня уже сшибает конкретно я первые вот первые экземпляры когда сделал экспериментировал я вообще не мог больше получаса находиться воздействие этой катушки этой системы било страшно сейчас я говорю уже маленько привык поэтому мне сейчас проще вот но это еще не все как видите тут стоит вода для чего там и вот что я хочу показать вот это НТХ 90 лампочка тут вот я и касаюсь понятно да вот прямо обкладка излучателя рядом хотя опять же оно и опять же я не касаюсь металлических частей все идет через изоляцию и тем не менее вот оно работает где то тут на сантиметре и я опускаю в воду полностью опускаю на самое дно и что мы видим неонка горит прямо в воде внутри воды представляете какая здесь мощность излучения статики именно статического радио еще раз повторяю здесь уже нету вот в этом месте вот сейчас идет заряд воды такой мощный который можно использовать его и пить можно эту воду использовать для растений куда угодно даже вот добавлять в ванну или просто этот излучатель вставлять в ванну каким то концом или верхним или нижним прямо в ванну там 10 20 30 минут надо экспериментировать и вот у вас будет вот такое вот смотрите вот видите вот внутри находится неонка внутри воды а вот неонка снаружи между ними практически что только провод они соединены вместе чисто провод вот на этом проводе наводится такая мощная статика представляете которая зажигает вот эти вот лампочки мало того так дальше немножко плохо видно вот смотрим просто куски проводов все горит излучение статики настолько мощное что все просто горит причем я уже говорил что здесь подводимая мощность около ватта смотрите сколько я зажигаю светодиодов здесь по идее по идее я правда сегодня не говорю ничего о бтг ни в коем случае сегодня разговор не об этом ну просто так вот к слову сказать правда это лампам надо было ее конечно в медной в медном цоколе и конечно это не очень хорошо надо было этот цоколь конечно снять я боялся ее разбить потому что видите как оно подсаживает немножко но это относительно подсаживает это больше и я свои емкости подсаживаю смотрите все светится так плохо видно немножко все находится в воде абсолютно и оно все светится то что вне воды тоже светится соответственно вот я не трогаю за провода металлические этих неонок я просто касаюсь неонок неонками излучателей и оно все светится ну я уж не говорю о том что если я так сказать это все буду проводить через тело как демонстрируют некоторые что липнет статика и на теле загорается неонки это все вот так так же само говорит абсолютно что оно в воде находится сейчас что здесь вот вода вот изоляция и через это ведерко пластиковая пластиковая опять же все светится у валентина дандорфа там есть на его канале втором я тоже кину ссылку он там точнее его ребята показывают именно один из вариантов которые ему показал дэн ну вы наверное дэна если кто знает это тот который занимается генераторами это его знаменитые генераторы для вихревой медицины своеобразные довольно на 70-56 микросхеме и вот он естественно очень много занимается исследованиями и вот один из вариантов он показал тоже но там у него по моему 4 обмотки витой пары он тоже сделал такой довольно большой тор ну там 4 обмотки аж соединил их в виде как катушки мишина в виде как катушки тесла скомбинировал и у него получается да что он кладет тор на тело другой кто-то под неонкой по телу дотрагивается и неонка светится вот тоже самое это все и здесь вот что вода светится что я буду светиться без задницы вот это он показал интересно конечно вещь но буквально то я видел мне валентин показывал пару недель назад или неделю даже но я говорю вот этим я занимаюсь уже больше двух месяцев и результат довольно мощный как я считаю опять же в других любых вариантах где все-таки надо прикладывать катушку к телу соответственно мы получаем побочное излучение здесь в результате вот или с этой стороны или с этой стороны просто ставится рядом возле человека даже вот просто вот вешается рядом но я еще покажу продолжая я смотрю и так много наговорил поэтому же следующим выпуском я положу уже горизонтально и покажу варианты как с горизонтальным видом будет вот но еще может там что-нибудь набросаете вопросы какие-то как вам еще показать если вы тут что-то сомневаетесь значит как вам показать так чтобы вы не сомневались вот я вам уже сказал что вот аккумулятор специально запитал генератор для того чтобы не было нюансов того что там где-то как-то там с электричеством что-то такое левое отсюда идет и как-то не излучает хитро нет ничего здесь хитрого нету мне нет никакого смысла вас не обманывать не вам ничего-то придумывать все честно все это можно повторить сделать так как я сказал вот как я показал размеры я принципе дал хотя это могут быть и другие размеры если надо пересчитаете по водороду по длине волны водорода пересчитаете главное чтобы вы не попадали в две волны одинаковых а были не кратные длины волн в общем пока все заканчиваю будет значит когда второй выпуск уже в другом виде и немножко там других эффектов добавлю пока вот то что вы видите пока думаете что с этим можно делать да еще хотел бы поэкспериментировать с этим всем на ком-то потому что уже обычные традиционные установки генераторы я уже всем практически пораздавал своему близким и знакомым и уже и клиентов у меня куча и уже даже не знаю на ком провести испытания на себе то я не буду смысл потому что я никак уже как бы переизлучен а именно нужен свежие люди которые могли бы так сказать на свежую волну отреагировать потому что я уже так сказать уже не могу быть нормальным подопытным кроликом все пока будьте тогда здоровы думайте как это вам сделать делать это не очень сложно поиграйтесь побалуйтесь про бтг я опять ничего не говорил так что смотрите все счастливо до свидания